Альпийская деревня На трассу вышло почти 200 спортсменов, но и размахом. В этом году смотр молодых лыжников перешел на всероссийский уровень. Мы вот здесь на этих соревнованиях просматриваем с самого низкого уровня, то есть смотрим, на что уже ребята маленькие способны на кого обратить, акцентировать внимание, чтобы в дальнейшем вести их выше и выше. Впервые эти соревнования посетили спортсмены из Павлодара, которые славятся богатыми традициями лыжного спорта. Тренер Александр Курсаков привез на Омский турнир 19 своих воспитанников. Мы слышали, знали, что эти соревнования проводятся здесь, в Омской области. Мы хотели приехать уже в прошлом году, но не получилось у нас. В этом году появилась такая возможность. Мы с удовольствием приняли участие в ваших замечательных соревнованиях. Нам очень нравится. Ну, результаты у нас, наверное, будут пока не самые лучшие, но мы довольны, мы рады. Хорошая погода, хорошая природа, замечательно все. Сам прошел круг 3 километра, познакомился. Ну, трасса своеобразная, конечно, здесь, то есть, природные данные, здесь равнинная трасса, но руками людей здесь сделаны подъемы, спуски, какие-то интересные повороты, то есть стала трасса еще интереснее. Для детей шикарная трасса. Знакомство с трассой в альпийской деревне оставило у юных спортсменов, прибывших из Казахстана, только хорошие впечатления. Впечатления у меня хорошие, мне тут понравилось, очень красиво. Трасса очень хорошая, подготовленная для соревнований. Ну, это непривычно, особенно бежать 5 километров. 5 километров я бегу второй раз в жизни. Устал очень. Соревновательная программа включала гонку с раздельным стартом, свободным стилем и индивидуальный спринт классическим стилем. Нынешний турнир стал весьма успешным для ребят из Омской области. На этот раз побить личный рекорд удалось воспитаннице Крутогорской школы Карине Гончаровой. Здравствуй, Карина. Расскажи, пожалуйста, как тебе это удалось? Постаралась, бездеработала, думала, как где бежать. Ночи не спала, думала все время. Что результат? А все вот от я. Маша же бы еще очень хорошо. Лыжи на парафине было, все классно, лыжи катили здорово. Перед стартом всегда у меня волнение, особенно перед этим. Вот сейчас, просто начало, самое лучшее время, 8.38. Ну, гонка мне очень понравилась. Не подвели и юноши. Илья Надеян из Теврийского района, как он сам признался, уже давно не бегал пятерку. Но смог собраться и, преодолев непростые виражи трассы, финишировать с лучшим временем – 13 минут и 50 секунд. Сначала вроде боялся, потом что-то волнение прекратилось и начал бежать, работать по всей трассе. Я сначала проигрывал на легкой петле, потом прибавил на горках, тем выиграл больше 20 секунд. Ну, слушай, был последний, последняя петля с горками. Так, ноги забивались же. Всего на счету о мячей 8 наград. Этот медальный результат стал лучшим для наших спортсменов за всю историю турнира. Субтитры создавал DimaTorzok